Следующий вопрос. Если раб или рабы находятся во владении сразу нескольких владельцев, такое может быть или нет? Может быть. То есть один человек, раб, им владеют сразу двое. То есть каждый владеет половиной этого раба. Так вот, кто должен выплачивать закат за этого раба? И сколько он должен выплачивать с него закат? То есть смотри, если ты владеешь рабом самостоятельно, то сколько ты с него выплачиваешь закат? Один са. Са либо фиников, либо зерна и тому подобное. Теперь вопрос. А если ты не один владеешь этим рабом, а у тебя есть коллега, так или нет? То есть каждый владеет по половине раба. Что он должен делать? Каждый должен выплатить са с него. То есть получится уже два са с одного человека. Или каждый должен выплатить только по пол са. То есть за каждую, за свою долю. Или никто вообще не должен выплачивать ничего, так как никто не владеет им полноценно и тому подобное. Вот это вот вопрос. Сказал имам Ан-Науи в своей книге Аль-Маджму. Если между несколькими владельцами один раб или несколько рабов. И они владеют ими мунасафа, от слова ныс, то есть по половине. Или имеется ввиду по долям. Говорит имам Ан-Науи. Так с каждого раба в основе нужно выплачивать один са. Но если двое владеют одним рабом, то каждый должен выплатить по пол са. Это наш мазхаб, то есть имеет ввиду мазхаб шафиитов. И это мнение Мама Малика, а также Абдул-Малика, Аль-Маджишуна, Исхака, Абу-Саура, Мухаммада ибн-Хасана Ашейбани, а также ибн-Мунзира. И второе мнение в этом вопросе, которое придерживалось Аль-Хасана Аль-Басри, а также Икрема, Суфиана Саури, Абу-Ханифа и Абу-Юсуф. Они сказали, вообще никто ничего не должен платить с этого раба. Потому что каждый из этих двоих хозяев не владеет этим рабом полноценно. Вот это второе мнение, понятно или нет? Говорит, он Ахмад риваятан. Что касается имама Ахмада, то от него пришло два риваята в этом вопросе. Первый подобен мазхабу шафиитов, то есть, что каждый выплачет по пол са с этого раба. А второе риваят, что каждый хозяин должен выплатить с каждого раба по одному са. Значит, получится что? С одного раба выплатят сразу два са. Понятно или нет? А если рабом владеют 10 человек, то выплатят 10 са с одного человека. Знаешь, в этом вопросе сколько мнений получилось? Три мнения. Первые говорят, каждый выплачивает столько, чем владеет. Если владеешь половиной раба, выплачешь пол са. Если владеешь третью раба, выплачешь третью часть са. И тому подобное. Это первое мнение. Второе мнение, вообще ничего не выплачиваешь. Так как ни один из хозяев не владеет этим рабом полностью. И третье мнение, что каждый выплачивает что? По одному са. Сколько людей владеют этим рабом, столько са за него будет выплачено. Правильное мнение в этом вопросе, мнение большинства ученых, то что каждый должен выплатить сколько, какой долей этого раба он владеет. Пол са или треть са и так далее. Что касается риваята второго от имама Ахмада, то есть третьего мнения в нашем вопросе, то некоторые говорили, что имам Ахмад отказался от этого своего мнения. Правильное мнение понятно ли мне? Дальше.